Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Мои дорогие друзья, мне очень много поступает от вас вопросов с тем, чтобы я разобрала все виды выточек, которые я вяжу, рассказала, как их рассчитать, и, в общем, много-много вопросов именно по выточкам. И сегодня я хочу с вами о них поговорить. Дорогие мои, хочу вас предупредить, что я буду сегодня с вами разговаривать как обычная вязальщица, как человек, который вяжет, любит вязать и развиваться. Предупреждаю вас, что я не педагог. Моя информация сугубо субъективная и основана строго на моем опыте и навыке. Именно на сегодняшний момент моего развития. Вы вправе как принимать и пользоваться этим навыком и этой информацией, так и пройти мимо, проигнорировав его. Это полное ваше право. Многие из нас, в частности и я, часто задаются вопросом, зачем вообще в вязаном изделии нужно делать выточку. Ведь изделие вязаное, оно очень эластичное. Оно хорошо тянется, что в ширину, что в длину. Может спокойно растянуться в области груди до нужного нам размера. Но я считаю так. Конечно, изделие тянется хорошо. Но, когда мы игнорируем выточку, куда деваться излишком ткани? Правильно. Они все ложатся морщинами. Иногда, причем очень густыми морщинами. Вот здесь вот. Особенно если изделие в облипочку. Вот здесь около проймы. То есть, когда мы смотрим на себя сбоку, вот здесь будет очень много порой морщин. В итоге мы получаем вот такую картину, как, наверное, я сейчас вставлю вам несколько фото. Морщины около проймы получаются на всех абсолютно фигурах. И на полных, и на стройных. Когда мы вяжем изделие с небольшой свободой облигания и без выточки. И это, в принципе, нормально. Ну да, в принципе, нормально. Это не считается браком. И это изделие можно носить. Во всяком случае, в трикотажной терминологии нет вот этих заломов, вот этих морщин, как образование брака при изделии. Такого нет. То есть, за брак их не считаем. Носить можно. Но, правда же, что это не есть красиво. Вот мне такая история не очень нравится. А еще, вдобавок, у полных фигур есть еще один дополнительный минус. Когда мы не вяжем выточку, у нас может верх задираться перед. То есть, перед вот так может задраться по отношению к бокам. Нужное количество полотна уйдет на грудь. И вот так вот низ задирается. Видели, наверное, не раз такие, да, модели? Объем груди тянет полотно на себя. И в итоге получаем морщину у подмышек. И плюс полочку тянет вверх. Так вот, конструкция с выточкой помогает избежать вот таких неприятностей. Пройма ложится лучше. Часто вообще совсем ровно, без единой морщинки. Ну а соблюдение некого баланса в мерках и расчетах позволяет не задираться полочке вверх. Так, приведу пример. Совсем недавно со мной произошла такая история. Я связала вот эту футболочку Альва без выточки. Ну, мне показалось, что полотно достаточно струится и растягивается. Да и свобода облегания небольшая, но и не в обтяжку. Вот посмотрите, как смотрится такое изделие на мне. Повторюсь, это изделие связано без выточки. Вам нравится? Мне да, но не очень. Я обратила внимание на то, что в области проймы очень некрасиво, на мой взгляд, образовалась складка. Я решила, что я не буду мириться с таким решением и распустила изделие до пройм. И перевязала, встроив рассеянную выточку в область груди, в свое изделие. И вот что получила. Повторюсь, справа фото без выточки, слева фото с выточкой. Как вам? Нравится такой вариант? Меня он устраивает полностью и теперь ничего не раздражает. Следующий часто задаваемый вопрос. Всегда ли нужно делать выточки? Я считаю, что нет. Не всегда. Сейчас, но именно на сегодняшний момент времени, я считаю так. Что чем больше изделие обтягивает фигуру, и чем менее эластичное и струящееся полотно получается, тем больше вероятность того, что выточка просто необходима. То есть, если вы вяжете изделие фэйшн-модель или оверсайз, то, скорее всего, выточкой можно пренебречь. Спущенное плечо. Вот там выточкой пренебречь можно. И наоборот, чем ближе ваше полотно к вашему телу, особенно на моделях типа водолазки или на типа платья, футляр, как я не больно давно вязала, такая выточка необходима. Также еще имеет значение, есть ли у вас сутулость или искривление осанки. И при этом, насколько у вас большая грудь. То есть, вот представьте сбоку человека, у которого есть грудь и у которого есть сутулость. И, возможно, у вас высота переда и высота спинки по размерам будут абсолютно одинаковые, ввиду того, что на спинке есть сутулость, спереди грудь, и они нивелируют друг друга эти размеры. И тогда выточку, в принципе, можно не строить ни на грудь, ни на сутулость. Ну, в общем, принимаем решение в каждом конкретном случае индивидуально. Индивидуально. Итак, сегодня я буду вести разговор, размышления по поводу именно на грудных выточек. Их вообще великое множество. Великое множество. Они могут начинаться из бокового шва. Как бы мне поместить вам изделие, чтобы показать. Вот отсюда. Могут выточка начинаться из бокового шва. Оно может начинаться с проймы. Оно может начинаться, выточка с горловины, с плечевого шва. А талиевая выточка может частично забрать на себя, на грудную выточку. В общем, великое множество. Также они могут быть вертикальными. Вот они могут быть вертикальными. Как от плеч вниз, так и от талии вверх. И это считаются выточки, которые увеличивают полотно по ширине. Также они могут быть горизонтальные, которые увеличивают полотно в длину. В общем, вот. Но запомните одну истину. Всегда на грудные выточки должны быть направлены строго к центру груди. Это первое правило. И второе правило. Выточки всегда должны быть расположены строго симметрично. Вот от центра переда, если мы сделаем центр симметрии, линию середины переда, то влево и вправо выточки должны располагаться абсолютно симметрично. Независимо от того, какой тип выточки вы захотите делать. Какой же, так сказать, физический смысл выточки? Выточка. В нашем случае мы про вязание сейчас говорим. Не про шитье. Про вязание. Выточка, я считаю, что это количество увеличенных рядов, если мы делаем ее горизонтальную, либо петель, если мы ее делаем вертикальной, в высоких точках груди. То есть вот здесь количество либо петель, либо рядов, увеличенное количество. По отношению к количеству рядов у бокового шва или количеству петель у плеча или у талии. Я такую придумала теорию. Я чаще всего пользуюсь именно горизонтальными выточками, то есть увеличением количеством рядов. Поэтому сегодня мы будем рассматривать именно этот вариант. Как же нам рассчитать то самое количество увеличенных рядов? Да очень просто. Встаньте возле зеркала. Наденьте тот бюстгальтер, которым вы чаще всего пользуетесь. Или с которым вы планируете носить изделие. Либо самый удобный и комфортный для вас бюстгальтер. Надеваете. Встаете к зеркалу боком и замеряете сбоку вашу грудь. Сейчас я попробую нарисовать. Девочки, я сто раз не художник. Так, вот наша шея. Это я сейчас себя рисую сбоку. Вот у меня пошла спинка, например. А вот так у меня пошла грудь. Это то, что вы видите в зеркале. Ну и там дальше тело нас не волнует. Вот здесь, например, у нас рука. То есть вот это плечо. Это рука. Вот вы видите, вот наша грудь. И мы ее, пробую, замеряем. То есть мы замеряем ее строго вертикально. То есть вот. Ну, грудь я нарисовала, конечно, неправильно. У нас грудь будет вот так, вот так. Вот так вот примерно. Да, рисунок. Ну, самое главное, чтобы вы поймали суть. То есть, смотрите, мы замеряем сбоку, берем сантиметровую ленту и замеряем сбоку нашу грудь. То есть нам нужно вот это расстояние. От верхней точки начала выпуклости груди до нижней точки окончания выпуклости груди. Сбоку замеряем вот этот замер. В моем случае это 16 сантиметров. Это первый замер. Дальше. Развернитесь к зеркалу передом, чтобы видеть себя. И замерьте грудь от этой же точки наверху до этой же точки внизу, но только по выступающей части груди. Вот этот замер. Он у меня в моем случае 20 сантиметров. То есть, что мы имеем? Давайте я это безобразие перерисую. Я думаю, что вы поняли. Мы имеем нашу грудь. Вот две точки нашей груди. Вот она. Вот это наш один замер. И вот другой замер. Один замер получился у нас 16 сантиметров. Второй замер у нас получился 20 сантиметров. У вас он будет разный. У всех будет разный. Так вот, разница между этими двумя замерами, это и есть наш размер выточки. Вернее, максимальный размер выточки. Но более грамотно эта разница еще называется раствором выточки. То есть, в моем случае это будет 20 сантиметров, минус 16 сантиметров, и получаем 4 сантиметра. Вот этим размером 4 сантиметра я буду пользоваться в случае, если я буду изделие вязать в обтяжку, например, в водолазку. Но так как я чаще всего вяжу изделие чуть посвободнее, чем облипончик, то я снижаю этот размер на 1-1,5 сантиметра. То есть, 4 минус, возьмем 1, получится 3 сантиметра. Будем считать, что для расчета раствора или размера нашей выточки мы пользуемся вот этой цифрой. 3 сантиметра. Количество увеличенных рядов должно быть 3 сантиметра. Дальше нам необходимо знать плотность, нашу плотность вязания. Я сейчас возьму абсолютно на бум, придумаю какую-то там некую плотность. И вот я обычно так квадратиком замеряю плотность. В одном сантиметре я как будто бы рассчитала, и у меня получилось 2,124 петли по ширине. И в одном сантиметре у меня получилось, например, 3,256 рядов. Обратите внимание, что плотность вязания я рассчитываю в тысячных. То есть, оставляя 3 знака после запятой. Когда я работаю с образцом или уже с изделием, если отвязала там какую-то часть. Вот так вот я до тысячных округляю цифру, когда я считаю плотность. Это позволяет более точно рассчитать размер всего остального. Итак, у нас увеличенных рядов должно быть 3 сантиметра. Так, значит, давайте посчитаем это в рядах. 3 сантиметра мы с вами умножаем на нашу плотность в рядах 3,256 рядов. И мы получаем 9,768 рядов. Округляем до четного числа ближайшего. Это будет примерно 10 рядов. Мы получили, что наш размер выточки в рядах равен 10 рядам. Вот эту цифру надо запомнить. Она нам сегодня очень пригодится. Запомнили, что размер нашей выточки 10 рядов. Значит, посередине у нас должно быть... Так, ну вот возьмем изделие. Сейчас покажу снова на изделии. Что это означает? Это означает, что у нас посередине, вот здесь в полотне, у нас должно быть на 10... У меня, у вас другая цифра. На 10 рядов больше, чем по краям. Сегодня мы рассматриваем горизонтальную выточку. 10 рядов. 10 на 10 рядов больше, чем по краям. Так, запомните эту информацию. Второй шаг. Мы рассчитываем с вами высоту начала, центра и окончания нашей выточки. Снова шагаем к зеркалу и смотрим на себя красивую в том же бутузгалтере. Замеряем один размер, высоту груди. Так, как мы ее замеряем? Сейчас я вам покажу на рисунке. Вот мы встали у зеркала. Вот какая-то у нас шея. Вот наши плечи. Там у нас рука куда-то пошла. Ну, простите меня за мои художества. Вот здесь у нас грудь. Откуда мы ведем? Значит, мы от точки, так сказать, соединения шеи. Вот наша шея. Вот наше плечо. И вот здесь у нас будет точка соединения плеча с шеей. Наивысшая точка плеча. Она называется в шитье. И вот от этой точки строго вертикально вниз мы проводим с вами линию до самой выступающей точки груди. Ну, девочки, это до соска, грубо говоря. Вот это расстояние мы с вами замеряем. В моем случае это 28 сантиметров. Это и будет высота груди. Это и есть центр выточки по ширине. То есть у нас выточка в центральной части ее это вот эта. Вот. Вот здесь будет центральная часть выточки. Высоту начала выточки и конец выточки рассчитывается по-разному в зависимости от типов выточек. В данном цикле видео я рассчитаю вам несколько видов выточек. Покажу все, что я применяю, все, что я умею. И на примере каждого расскажу, как вязать и как рассчитать, каждый тип выточки. Еще важной информацией, мои дорогие друзья, я обращаю ваше внимание на том, что название типов выточки я либо придумала сама, либо где-то услышала. Это не профессиональные названия. Так что я прошу вас не заострять на этом внимание. Я буду рассказывать так, как мне проще и вам понятнее. Итак, первый тип и мой один из любимых на сегодняшний момент это рассеянная выточка. Я нарисовала рисунок, даже не сама попросила, потому что я не художник. Вот рассеянная выточка. Или, как я недавно выяснила, что в вязальном мире ее чаще называют веерной выточкой. Такой тип выточек подойдет вообще к большинству изделий. В чем же его преимущество? Преимущество его в том, что эта выточка, я считаю, что она менее заметна на полотне. Давайте я вам сейчас покажу свое полотно. Вот здесь. Вот мое полотно. Поверьте мне, что вот тут и вот тут, вот сейчас я руки уберу, здесь находится выточка, рассеянная выточка. Вот я убираю руки, ее практически не видно. Если присматриваться очень близко, мы видим, что вот у нас возникают где-то в каких-то местах немножечко корявые петельки. Немножко корявые петельки. Вот, видите, они в хаотичном порядке с одной и с другой стороны. Вот, пожалуйста. Вот тут, вот тут, вот тут. Вы видите, да? Немножко, немножко их так заметно, но я вас уверяю, когда вы надеваете изделие на себе, вы абсолютно не видите, где здесь выточки. Вот, но здесь у меня намного рядов, побольше, чем вот тут. Вот, выточка есть, я вас уверяю. Так, это первое преимущество. Дальше увеличивается, как бы это сказать, вероятность вписать выточку в узор, в какой-либо узор. Потому что если вы выточку делаете целенаправленную, о ней мы поговорим с вами в следующей части этого видео, сегодня я не буду ее касаться, иначе будет много информации, то там вы ее гораздо реже встроите в узор. А здесь встроить в узор эту выточку гораздо проще. В чем же ее суть? Суть этой выточки заключается в том, что она вывязывается постепенно, через определенное количество рядов. То есть она рассеянная выточка, она не направленная выточка, она сглаживает ваше полотно. Поэтому она не акцентирует внимание на грудь. Она просто вот так вот аккуратно обволакивает. Кстати, такую выточку можно применить не только на грудь, но и на спину. Также можно на живот, на выпячивающейся ее, применить. А, и еще на бедрах, когда мы с вами строим юбку. Тоже вот такая вот на попу, вот такая выточка будет очень даже великолепная. Итак, рассчитаем начало и конец нашей выточки в этом случае. Для этого нам необходимо решить, через сколько рядов мы будем делать наши укороченные ряды. Ах да, я же не сказала, что увеличение рядов по центру груди относительно бокового шва или пройма я предлагаю вам, как и многие другие люди делают, делать с помощью укороченных рядов. Чаще всего я делаю укороченные ряды через каждые два ряда обычных рядов. Чем больше обычных рядов будет между укороченными рядами, тем меньше будет выделяться сама выточка. Сейчас я вам это наглядно покажу. Вот смотрите, просто рисую вам. То есть мы вот здесь будем встраивать выточку. И вот я вам сейчас нарисую. Вот у нас укороченные ряды. У нас укороченные ряды идут всегда по два ряда. То есть они идут парами. Потому что мы один ряд не довязали, укоротили, развернулись. Но во втором ряду мы снова не можем довязать до конца. Мы должны тоже остановиться симметрично бока с этой стороны и тоже не довязать такое же количество петель и развернуться. То есть мы провязали один ряд до этой точки, потом второй ряд до этой точки. И потом пошли вязать сколько-то рядов прямо. Это в случае рассеянной выточки. Так вот, два ряда у нас укороченных рядов. Два ряда мы должны провязать основных. То есть не укороченные. Мы два ряда укоротили, потом провязали... Ну, я чаще всего делаю два ряда между укороченными. Потом мы снова провязали какое-то количество... Уже видите, по петлям я вам даже по длине показываю. То, что здесь у нас было одно количество петель, ширина нашей выточки. Потом мы взяли другое количество петель. Снова провязали удлиненные ряды на все полотно. Если в круговую вяжем, то в круговую два ряда. Если со швами вяжем, то до шва прям два ряда. То есть лицевой и изнаночный. Потом мы взяли еще какой-то размер выточки, укороченного ряда. Еще раз провязали. Итак, укороченных рядов у нас должно быть сколько? Вы помните? Десять рядов. Десять рядов делим на два, потому что они идут парами. Два, два, два. И получаем, что нам пять пар нужно сделать укороченных рядов. Пять пар. Вот мы сделали три. Ну давайте еще как-нибудь сделаем вот так вот четвертую пару. И как-нибудь вот так вот пятую пару. Вот, пожалуйста. Я вам нарисовала чисто схематически. У нас получилось пять пар красным цветом укороченных рядов. И, соответственно, столько же удлиненных, то есть обычных основных рядов. То есть получается, что нам на каждую пару укороченных рядов нужно столько же удлиненных. Повторюсь, это мой случай. Вы можете удлиненных вязать и три ряда, и один ряд, и четыре ряда. Это насколько вы хотите рассеять вашу выточку. Как правило, мне всегда хватает двух рядов между укороченными рядами. Итак, значит у нас получается десять рядов укороченных. И плюс столько же рядов у нас получается обычных, основных. Так ведь? Так. И всего у нас получается десять плюс десять, двадцать рядов. Значит, высота всей нашей выточки, включая основные ряды, то есть по высоте наша выточка займет уже не десять рядов. У нас же десять рядов, это только укороченных, которые нам дадут разницу между боковым швом и основным, и серединой. А плюсом мы же ее рассеиваем, то есть мы основные ряды сюда встраиваем. Поэтому высота у нас станет теперь двадцать рядов. Запомнили эту цифру. Чтобы вы более поняли, давайте я приведу вам еще один пример. Например, представьте, что у нас не два основных ряда между укороченными, а, например, три. То есть у нас два ряда укороченных, три ряда основных. Снова два ряда укороченных, снова три ряда основных и так далее. Неважно. Я сейчас хочу, чтобы вы уловили суть нашего построения. Тогда показываю на рисунке. Укороченные ряды у нас всегда парные. А вот количество основных рядов, длинных рядов, мы с вами можем менять на свое усмотрение. Что мы видим? Мы видим, что у нас на каждую пару укороченных рядов приходится три ряда основных длинных рядов. Сколько пар у нас? Пять пар укороченных рядов. Десять. У нас десять же всего, да? Выточка наша десять рядов. Вот она. Вот она, выточка рассчитанная. Десять рядов. Делим на два. Получается пять пар по два ряда. Пять пар у нас укороченных рядов. Пять пар мы умножаем на три, потому что на каждую пару укороченную у нас мы решили, что придется три ряда основных рядов. И получится пятнадцать. Пять на три – пятнадцать основных рядов. В таком случае у нас пять пар укороченных – это десять рядов укороченных, и плюс пятнадцать рядов. И вся выточка у нас будет двадцать пять рядов по высоте. То есть если мы с вами еще больше хотим рассеять выточку и взяли не как в прошлом примере, два ряда между укороченными рядами, а по три ряда, то мы видим, что наша высота, выточка у нас рассеивается по большей высоте. То есть уже на двадцать пять рядов, а не на двадцать рядов, как в прошлом случае. Понятно? Теперь надеюсь, что вам все понятно. Давайте, это я вам просто для примера показала, но мы с вами будем пользоваться вот этой схемой, как я обычно и делаю. Теперь рассчитать нам нужно, где у нас в изделии нам нужно начать делать выточку при вязании сверху и при вязании снизу. Вы помните, что наш замер у зеркала, высота груди или центр нашей выточки это двадцать восемь сантиметров. То есть от высшей точки плеча до нашей груди, вот здесь у нас высшая точка груди, например, в моем случае двадцать восемь сантиметров. Дальше выточка вся наша выточка вспоминаем наш вот пример наша выточка двадцать рядов. То есть получается, что вот отсюда до сюда это же центр выточки, правильно? А отсюда до сюда по высоте у нас будет двадцать рядов. Двадцать восемь сантиметров до центра и двадцать рядов вот вверх-вниз от центра. Это в сантиметрах. Теперь давайте высчитаем ой, это в рядах. Теперь нам надо высчитать это в сантиметрах. То есть мы двадцать рядов делим на нашу плотность на три двести пятьдесят шесть и получаем примерно примерно шесть сантиметров. То есть вся наша выточка в высоту будет занимать шесть сантиметров. Это наша уже рассеянная выточка. Рассеянная. Это у нас вообще выточка сама десять рядов плюс еще не забываем вот эти вспомогательные ряды. Получается она у нас двадцать рядов. И вот эти двадцать рядов это шесть сантиметров уже рассеянной выточки. Это мой случай. У вас может быть и пятнадцать. Не бойтесь любых цифр. Это зависит от размера груди. И ничего страшного нет, если у вас абсолютно намного отличается размер от моего. то есть вы поняли. От центра три сантиметра будет вверх рассеянная выточка. Вот от центра три. И вниз тоже три. Так ведь? Так. Теперь, если мы будем вязать изделие сверху, то провязав сколько рядов, сколько сантиметров мы должны начать вывязывать выточку двадцать восемь. Вот. Мы знаем, у нас есть вот этот замер до центра. И мы отнимаем вот эти три сантиметра и получаем пять сантиметров. Двадцать пять сантиметров. То есть, если мы вяжем сверху, провязав сверху, неважно, реглан у вас там, погон, реглан, погон, либо еще какая-то техника, но когда вы вяжете сверху, вы должны двадцать пять сантиметров у нас по расчетным нашим данным провязать и начать делать рассеянную выточку. Если мы вяжем снизу, каков будет вот этот замер? Вопрос. Смотрите, у нас есть полная длина изделия, которую мы хотим сделать. Ну, в моем случае, пусть я придумаю, что моя длина будет равна шестидесяти сантиметрам. Так? Мы знаем, что у нас все изделие шестьдесят, а до центра груди двадцать восемь. Значит, шестьдесят минус двадцать восемь мы получаем тридцать два сантиметра. Это расстояние тридцать два сантиметра. Это расстояние от самого начала изделия, если мы вяжем снизу, включая там все различные резинки, прочее, прочее. Вот это у нас конец полотна. И вверх до центра груди. Вот, до центра груди. Шестьдесят вот это минус двадцать восемь вот это. Получим вот это расстояние тридцать два сантиметра. Но нам-то надо не до центра, а до седания ни за груди определить расстояние. Значит, мы тридцать два отнимаем вот эти три сантиметра, которые у нас идут от верхней точки, от центра груди вниз. и получаем, что нам надо провязать двадцать девять сантиметров. Вот мы с вами рассчитали. То есть, мы вяжем снизу двадцать девять сантиметров, после этого мы встраиваем выточку на протяжении шести сантиметров. Потом довязываем изделие. Еще раз, если вяжем сверху, провязываем, вы видели, как я рассчитывала, двадцать пять сантиметров и встраиваем выточку. Если снизу, двадцать девять сантиметров и встраиваем вытачку все легко и просто только стоит понять логику я думаю вам все понятно дорогие мои друзья очень на это надеюсь теперь нам нужно поразмышлять о том где мы будем делать нашу вытачку можно можем вот так вот так вот так где мы ее будем делать давайте будем думать дальше снова рисую рисунок итак наше изделие например я хочу чтоб мое изделие по ширине по ширине было 55 сантиметров значит мы подожаем на 2 124 получаем 116 петель так бежим к нашему зеркалу все в том же бюстгальтере и замеряем наш центр груди вот у нас максимальная выступающая часть груди 1 не буду называть ее грубо с грубым словом и вот выступающая часть нашей друг груди другая и мы с вами замеряем вот этот замер от одной груди до другой груди в шитье он называется центр груди этот замер у меня этот замер составляет 18 сантиметров давайте сразу переведем в петли опять 18 сантиметров умножаем на 2 целых сто двадцать четыре петли на нашу плотность в петлях и получаем что центр нашей груди это 38 сантиметров так вот мои дорогие 38 петель мысли скачут впереди меня так вот мои дорогие друзья вот эти 18 сантиметров вот эти 38 петель у нас должны быть без разворотов они должны быть прямые и ровные в этой области вяжем всегда по прямой то есть вот у нас где-то вот в этом области будет же вы . да поэтому я вот так вот нарисую эта область всегда прямая без разворотов это строго как я перевела некрасиво так теперь какова же вот это вот и какое же вот это расстояние то есть вытачку мы можем плясать вытачку с укороченными рядами укороченные ряды встраивать только вот в этих двух половинках какова же каково же какой же их размер мы знаем общую ширину 116 петель мы знаем среднюю ширину 38 петель нам несложно посчитать какая будет вот это вот мы 116 петель отнимаем 38 петель и получаем 78 петель делим эти 78 петель пополам и получаем что у нас обе части будут по 39 петель то есть у нас 39 петель 1 часть и 39 петель 2 часть то есть мы разворачиваемся именно вот в этой области 39 петель слева и 39 петель справа точки разворота делаем строго симметрично то есть если мы в первом ряду не довязали до сюда то при развороте мы здесь вот столько же не довяжем следующий ряд если мы вот столько не завязали то в следующем ряду мы и здесь не довяжем столько же то есть делаем точки разворота строго симметрично так сколько же мы не довязываем это каждый решает сам и это не столь значимо единственное я бы рекомендовала вам не довязывать до конца ряда хотя бы сантиметра 3 то есть вот эти три сантиметра ну три на три умножаем но тут глубоко говоря 10 петель вот эти 10 петель ближе к боку я бы не трогала то есть все развороты я бы проводила не на тридцати девяти петлях а все таки на двадцати девяти петлях 39 минус 10 петель вот потому что ну нам в подмышку туда зачем уводить укороченные ряды укороченные ряды должны здесь заканчиваться где-то вот грудь вот так и они должны быть хаотично расположены то есть никаких правил расположения вот именно в рассеянной выточке не существует еще раз повторюсь если мы значит вот на этом расстоянии сейчас вот покажу я вам три сантиметра вверх три сантиметра вниз вот эти шесть сантиметров вот на этих шести сантиметрах 20 рядов не забываем да это у нас мы делаем хаотично наши вытачки то есть мы например вот здесь не довязали 15 петель развернулись не довязали с этой стороны 15 петель сделали симметрично 2 укороченных ряда потом провязываем 2 ряда полностью потом следующие укороченные ну например вот сюда ближе к груди не довязали например там так но у нас здесь вот до груди 39 петель давить вот от бока но не довязали где-то 30 петель здесь ну где-то 10 плюс 5 15 петель будет и вот 15 потом мы не довязали 30 например например это вы сами решаете это вообще не принципиально в принципе дальше ну где-нибудь между вот этим этим числом я возьму то есть опять мы не довязали туда 30 петель развернулись не довязали обратно 30 петель развернулись и снова два ряда провязали полностью либо в круговую если изделие без швов либо лицевой изнаночной если изделие с боковыми швами дальше ну следующую я придумала ну где-нибудь вот здесь между 15 и 30 до конца мы уже до бока считаем с вами но будет где-то в 18 пусть петель вот это третий разворот и с этой и с этой стороны мы не довязываем одинаковое количество и таким образом мы делаем с вами 5 точек разворота мы же помним с вами что мы с вами насчитали у нас 5 пар 5 точек разворота то есть 5 точек с одной стороны и 5 точек с другой стороны вот и все эта вытачка очень легко вяжется возможно вам показался немножко сложным и муторным расчет но поверьте мне эта теория вот в теории всегда все сложно начнете на практике все будет гораздо проще ну вот и вся теория мои дорогие друзья по поводу рассеянной вытачки дорогие друзья если у вас еще остались вопросы пожалуйста не стесняйтесь задавайте их под видео единственное попробуйте сначала все рассчитать не просто посмотрели видео и у вас тысячу вопросов они будут когда вы начнется действовать ваши вопросы будут исчезать но если я все-таки что-то где-то пропустила или рассказала непонятно задавайте пожалуйста вопросы не стесняйтесь я обязательно постараюсь вам на них ответить я благодарю вас за внимание желаю вам всего самого-самого доброго самого-самого спокойного и самого-самого любимого мирного неба всем нам мои дорогие друзья и пусть у вас все будет хорошо на самое главное огромного вам здоровья но я с вами прощаюсь о следующих типах вытачки поговорим в следующих частях данного цикла серий пока пока а